Те причины, которые привели к трагическим событиям в то время, с моей точки зрения, они не исчезли. То есть по-прежнему у нас осталась в государстве некая политика разделения людей на разные группы, какие-то ксенофобские настроения, агрессивная пропаганда на фоне внешнеполитических разных проблем. Поэтому, конечно, важно хотя бы раз в год, ну, какими-то нормальными людьми собираться, напоминать о том, что это есть. О том, что пока будет проводиться эта политика ненависти, будут появляться люди, которые, ну, вполне вероятно, начнут действовать. Ну, как это было в случае, там, Стаса и Настя. Тогда это были нацисты, сейчас куча разных других там групп есть, и вот те, которые Немцова убили, например, в том числе подходят под это определение. Поэтому важно, да, объединяться всем людям, которые хотят какого-то другого будущего, в котором есть место для разных точек зрения, в котором общество не разделено, оно объединено, консолидировано, с учетом того, что точки зрения разные, да, и мнение Миша Слава тоже учитывается. Свобода без нации! Свобода без нации! Произошло 7 лет назад политическое убийство. Поэтому, конечно, мы помним, не забываем и обвиняем власть, потому что мы знаем, что у нас есть за что обвинять власть. Она виновата была в том, что убили Станислава Маркелова, как потом выяснилось, что эти нацисты, которые убили Маркелова Бабурова, они были косвенно связаны с администрацией президента. И они знали и надеялись, что, может быть, им ничего за это не будет. Государственное разжигание ненависти может приводить к новым политическим убийствам и насилию. Нет фашизму, нет войне! Нет фашизму, всех властей! От подворотен до властей! Нет фашизму, всех властей! От подворотен до властей! Они были убиты через пела дня. Но что они далеко открыт? Скуда мы сейчас прошили до того мента? Нет фашизму! Нет фашизму! Поехали! Светка! Ведолин! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok